В большой семье российских шашечных гроссмейстеров появился новый представитель Роман Щукин. Поздравляю Рому с этим высоким достижением. Здорово, шашечная братва! Неделю назад на сайте Гамблер состоялся очередной турнир мастеров, как я его называю, турнир звезд Гамблера. Ну и победу в этом турнире одержал Роман Щукин, теперь уже гроссмейстер. В финале Роман встретился с белорусским гроссмейстером Евгением Кондраченко. По ходу турнира Евгений был выше, то есть Романа устраивала только победа в матче из четырех партий. Первую партию Роман даже проиграл, но затем смог в острой бескомпромиссной борьбе одержать победу с счетом 2,5 на 1,5. Поздравляю Романа с этим достижением. Ну, кроме того, Роман сделал это в свой день рождения, так скажем, сам себе преподнес в подарок. Ну и давайте рассмотрим сегодня первые две партии вот этого матча. Они довольно-таки, все партии довольно-таки интересные. Первой партии белыми играл гроссмейстер Евгений Кондраченко. Выпал следующий дебют. Летающая шашка, так называемая. Белая шашка А3 летит на А6. Черная А6 летит на поле А5. Ну, в этой позиции есть, в принципе, два интересных хода. Это БА3 и ЖА4. В первой партии Евгений сыграл БА3. Ну, черные играют БЦ5, грозят разменяться. Поэтому белые первые разминиваются. Черные играют ФЕ5, выходят в центр. И белые в стиле Кондраченко как раз играют БА5. То есть, заставляют черных рано или поздно разменяться на поле Б6. Ну, и попутно выбьют важную опорную шашку на поле Д8. Так называемую золотую шашку. Черные не торопятся размениваться. Играют ЖФ6. Ну, у белых тоже есть запасные ходы. Белые играют ЖФ4. И черные все-таки размениваются. Теперь белые играют АБ2. Черные играют БА5. И белые делают точный ход ЕД2. То есть, что хотят белые. Допустим, такой ход АБ6 уже проигрывает. То есть, белые играют БЦ3. И на любой ход, допустим так, отдают шашку Ж5. Затем играют ЕД4. Ну, и попадают в дамки с легкой победой. Поэтому, чтобы такого не случилось, у черных есть, в принципе, два хода. Ну, а Ж7 тоже самое будет. Поэтому, либо размениваться СБ4. Но такой размер, видите, плох. Белые сыграют БЦ3. Затем ФЖ3. Разменяются назад. У черных останутся две шашки на большой дороге. У белых только одна. Ну, и позиция черных будет переразвита. Конечно, в этой позиции преимущество у белых явное. Поэтому, Роман в этой позиции делает точный ход ЕД4. Только так надо играть. Теперь, белые размениваются назад. Ну, и черные приступают к созданию ударного кулака на своем левом фланге. БЦ7, АЖ3, СБ6, ЖН2. Белые выжидают. На своем правом фланге играют. Ну, и черные также выжидают. Делают последний выжидательный ход. И белым как-то надо высказываться. То есть, хода ЖФ4 нет из-за простого ДЕ5. БЦ3 плохо играет. Черные просто разменяются. Ну, таким образом. Ну, и будут оказывать давление на позицию белых. То есть, позиция белых будет довольно-таки неприятной. То есть, как играть в этой позиции. И Евгений Кондраченко здесь делает блестящий ход ДЦ3. Теперь, что получается. У черных есть несколько продолжений. Я на стриме с Русланом Пещеровым. Мы вели этот стрим с Санкт-Петербургским мастером. Я предложил ход ДЕ5. Руслан предложил ход ФЕ5. Ну, Роман здесь вообще разменялся. ЦБ4. Давайте рассмотрим все три продолжения. Если играть ДЕ5, то все обычные ходы. Допустим, размены какие-то. Они ведут к преимуществу черных. Но у белых есть отличная реплика. ЦД2. То есть, белые построили на своем левом фланге. Так называемый противотанковый Ёж. И за счет этого сдерживают атаку черных. Ну, здесь можно упростить позицию за черных. Разменяться вот таким образом. С двойным разменом. В принципе, партия, скорее всего, закончится в ничью. Но можно сыграть и поострее в этой позиции. То есть, можно сыграть ЦД4. Теперь белые могут либо меняться назад, с более такой пассивной позиции. Либо сыграть Е2. Теперь черным надо играть БЦ5. И белые играют ДЕ3. И у черных есть два продолжения. Либо играть АБ6 с последующей комбинацией. Либо размениваться ходом ЦБ4. Ну, белым надо бить в эту сторону. Лучше всего. И черные, обратите внимание, надо бить только сюда. Сюда уже проигрывает. Вроде бы кажется, логичный размен. Но на самом деле, тут у черных плохо. Белые жертвуют шашку. И просто играют БЦ3 скромно. И обратите внимание, куда бы черные не ходили, у них везде плохо. То есть, на обычный ход ЖФ4. ФЕ3. Белая играют ЖФ4. И легко выигрывают эту партию. То есть, в этой позиции. Все-таки, конечно же, бить надо черным только на Д6. Теперь белые играют ДЕ3. Ну, и черные играют ДЦ5. В этой позиции белым лучше всего разменяться вперед. Ну, и черные проводят такую комбинацию. Жертвуют шашку. Ну, и грозят пройти в дамки. Ну, и белым лучше всего провести контркомбинацию. Рубят. Шашка С5 превращается в дамку. Бьет до конца. Ну, и белые затем снимают шашку и дамку. И партия заканчивается в ничью. В этой позиции у черных был еще комбинационный вариант. АБ6 можно было пойти. Ну, надо нападать. И теперь черные проводят комбинацию. Начинается она вот таким ходом. ДЕ3. Ну, бить надо только назад. Остальное плохо. Теперь черные отдают шашки. И проводят масштабную ничейную комбинацию. Шашка А6 превращается в дамку и бьет до конца. И теперь черные бьют дамку и четыре шашки соперника. И партия заканчивается в ничью. Мы с вами разобрали ход ДЕ5 после хода белых ДЦ3. Руслан Пещеров предлагал сыграть ФЕ5. Ну, вроде бы кажется, что белым надо размениваться назад. Но на самом деле белые тут могут провести масштабную комбинацию красивую. АБ4. СД2. Ну, и лучше всего черным бить именно на поле Е3. Остальные продолжения плохие. Скорее всего, черные могут в них даже проиграть. Ну, и теперь белые отдают ЕД2 и играют СБ4. Затем ЖФ4. Ну, и тут возможно такое продолжение. Допустим, побили. Так, шашка превратилась в дамку. И бьем на поле Д2. Ну, несмотря на то, что у черных две шашки лишние. То есть, за дамку белые отдали две шашки. На самом деле, тут еще черным надо быть осторожными. То есть, грозит подрыв пункта Ф8. И белые могут еще одну комбинацию разгромную провести. Ну, тут ничья у черных есть. Например, такая ЕД4. Нападаем. Но отходить нельзя. То есть, будет подрыв пункта. Ну, и здесь можно либо ЖФ6 сыграть, все-таки сделать ничью. А можно красиво сделать ничью. ФЕ7. Бьем. И ДЦ5. Теперь лучше всего бить сюда. Сюда. Побили. Ну, и ход ДЕ3 вроде бы кажется необходимым. На самом деле, он проигрывает из-за АЖ3. Ну, и потом, допустим, пошли сюда. Просто играем на Е1. И позиция легко выиграна. На самом деле, тут ничья еще есть. Надо сыграть точно АБ6. Ну, и затем мы пойдем, допустим, на БА5 и прорываемся на левом фланге белых с ничьей. Вот такое интересное продолжение было после хода черных ФЕ5. Роман же в этой позиции разменялся ЦБ4. С двойным разменом. Ну, на Ц3, естественно, плохо бить. Черные сыграют БЦ5. Затем разменяются ЦБ4. Ну, и у белых будет плохо. Евгений точно бьет на пункт Е3. Ну, и тут Роман ошибся. К ничьей ввел ход АБ4, как предложил Руслан Пещеров на стриме правильно. А вот БЦ5 уже практически проигрывает. Белые точно играют БЦ3. Ну, и, то есть, выясняется, что, допустим, такие продолжения какие-то белые просто размениваются вперед. Ну, и, то есть, за счет вот как раз связки вот правого фланга черных они выигрывают. Ну, допустим, АБ6. Ну, просто играем ЕД4. Разменялись назад. Ну, связали. И легко. Так. Нет, тут лучше даже вот так пойти. ЕД4, ну, и легко выиграли. Да. Роман в этой позиции сыграл ФЕ5. Ну, и Евгений блеснул комбинации. Он любит проводить комбинации. ЕД4. ЕД2. Пропускаем черных данки и играем в ЖФ4. Ну, и в какую сторону не бей, как говорится. Везде клин. Ну, и за счет того, что белые грозят подорвать пункт Ф8, они легко выигрывают. Допустим, на А жертвовать. Побили на Ж5. Затем ставим дамку на поле Е3. И легко выигрываем эту позицию. Поэтому Роман вот в этой позиции сдался. Кстати, у Романа после размена вот этого все-таки была ничья. Но приведу сильнейший вариант игры за черных и за белых. АБ4. Допустим, ЖФ4. Черные нападают. Надо отходить. И черные играют БА5. Ну, и тут лучше всего белым сыграть ФЖ5. Черные жертвуют шашку и пытаются прорваться на левом фланге белых. Единственный ход теперь за белых ЕФ2. ЕД2 уже проигрывает. Надо ставить дамку. Но сюда не поставишь, потому что белые просто разменяются назад. Легко выигрывают. Естественно, так нельзя играть. Теперь ФЖ3. Ну, и на любой ход дамкой белые разменивают дамку вот таким образом. Затем черные меняются. Белые нападают АБ6. Ну, и куда бы черные не отошли, белые идут в дамки. Черные выиграют шашку. Но большего им не достичь. Партия заканчивается ничьей. Вот так красиво выиграл в первой партии гроссмейстер Евгений Кондраченко. Во второй партии Роман Щукин не менее красиво отыгрался. Он сыграл ЖФ4. Сильнейшее продолжение в этой позиции. Ну, и самый сильнейший вариант все-таки за черных, я считаю, ФЕ5. Белые могут разменяться. Вот таким образом. Затем сыграет АЖ5. Ну, и допустим, на АЖ7 размениваются. Ну, позиция белых чуть получше, но ничья за черных достижима. Евгений же в этой позиции стал развивать свой левый фланг. Ну, кажется, что у черных здесь больше правый фланг. Больше шашек на правом фланге у черных. Поэтому хочется сыграть БЦ5. Белые нападают. СД4. Теперь СБ4 уже плохо отходить. Белые просто сыграют ДЕ5. Ну, сюда нельзя бить белые. Черные останутся без шашки и приходится бить сюда. Ну, и у черных, видите, застряли шашки на левом фланге. Поэтому после хода СД4 черные предпочли закрыться. Можно было сыграть БЦ3, в принципе, за белых. И после СБ4 АБ2. Черным пришлось бы уйти на фланг. Ну, и белые тут опять владели преимуществом. То есть, опять же, играли ДЕ5. Ну, и черные могли тут стоять перед дилеммой. Либо бить так, с абсолютно безрадостной позицией. Либо бить в другую сторону. Но у них опять их сильный левый фланг был бы связан. Как говорится, куда ни кинь, везде клин. Поэтому... Но Роман Щукин вместо БЦ3 сыграл БЦ3. Тоже, в принципе, интересный ход. Теперь хочу обратить ваше внимание. Евгений Кондорченко здесь разменялся. ФЕ5. Но вот ход АБ4 кажется сильным. Он тут не проходил. В таких позициях белые проводят стандартную комбинацию. ДЦ3. Отдали две шашки. ФЖ3. Третью отдали. И три забирают. Ну и тут белые форсированно побеждают. Сильнейший вариант возможен такой. ФЕ5. Надо черным как-то пытаться защитить шашку. Рожжен на поле Е3. Но белые точными ходами все-таки побеждают. Играют ЕФ2. Надо закрываться. Теперь АБ4. Ну то есть, если черные, допустим, как-то ЖФ6 будут играть. Белые сыграют СБ2. Затем БЦ3 разменяются. Побьют вперед. И затем выиграют шашку черных. Поэтому здесь черным надо размениваться. Черные размениваются. И белые неожиданно ходят БЦ5. Ну и куда ни ходи, везде плохо. То есть, отходить нельзя. Белые проводят тогда комбинацию. Вот такую. И выигрывают легко. А если закрываться БА7. Тогда белые играют ФЖ3. И снова грозят провести комбинацию. Надо закрываться. Ну и теперь белые отдают шашку. Ну и следующим ходом заберут шашку Ж5 черных. И легко выиграют эту позицию. То есть, в этой позиции Евгений не стал играть АБ4. Он разменялся. Белые теперь делают стандартный ход. ХЖ5. То есть, на ход ХЖ7 они грозят разменяться назад. Ну и опять позиция у них будет приятнее. Здесь Евгений сыграл БЦ7. Ну и белые ждут АЖ3. Теперь черные размениваются на Б4. Ну и белые играют... Так. В этой позиции белые играют Ж4. Ну и после хода черных СД6, белые вот таким двойным разменом получают колоссальное преимущество. Скорее всего, эта позиция уже выиграна. То есть, видите, у черных огромное переразвитие. Шашки белых практически все находятся на первых двух горизонталях. А шашки черных уже давно продвинулись вперед. Ну и, кроме того, они не могут центр занять. Они, видите, практически обтекают по флангам. Евгений все-таки пытается как-то еще побороться в этой позиции. И применяет следующий план. Обе стороны подтягивают свои отсталые шашки. АЖ7, АБ2. ЖФ6. БЦ3. БЦ5. Теперь белые играют АЖ3. Ну и черные играют ФЖ7. Белые играют ФЕ3. То есть, видите, друзья, на ход ЖФ4 черные заготовили размен назад. Если они разменяются, то позиция станет ничейной. Поэтому белые играют ФЕ3. ЖФ6. Теперь играют ЕФ2. АБ6. То есть, у черных остался последний ход АБ6. Они его делают. Ну и в этой позиции, вроде бы, кажется, единственный ход за белых ЖФ4. Тогда черные разменяются назад и получат ничейную позицию. Но Роман Щукин здесь делает блестящий ход. У него в этой позиции осталось уже не более 5 секунд. И он ходит ЖФ2. То есть, все-таки находит еще один запасной темп. Вводит свой последний резерв. Ну и черные вынуждены высказываться. Они играют ДЕ7. Теперь белые выходят уже. Так как размен у черных стал невозможен. Черные выходят в центр. Ну и белые меняются. Черные вынуждены меняться. Ну, такого плана нет. Просто ФЕ3 играем. Задавим, как говорится. Приходится меняться назад. Теперь белые играют ФЕ3. Черные играют ФЖ7. Ну, ЕД4 не выигрывает. Ничья будет. Роман просто ждет. АЖ3. Ну и после хода ЖА6. Белые. Или ЖФ6. Не помню уже. Да. ЖФ6. Белые напали ЕФ4. Ну и у черных не осталось ходов на борьбу. Они тут сдались. Ладно, до свидания.